Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Ставят задачу стать одним из базовых серийных производителей зенитных управляемых ракет в России, рассказал корреспондент Утасгин директор кировского машиностроительного предприятия Эдуард Носков. Отмечу, сейчас на предприятии готовят первый опытный образец новейшей зенитной ракеты системы С-500. Он будет готов к 2020 году. Программа Экономика. Менькин утаил внедорожник. Руководитель дирекции дорожного хозяйства Кирова Андрей Менькин не указал в справке о доходах свой автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Эту машину он продал уже после того, как занял должность в Кирове. Кроме того, в прошлом году руководитель ДДХ приобрел мотоцикл, который стоит в 4 раза больше, чем Менькин получил в 2016. Заработал он, судя по декларации, 125 тысяч рублей. Объяснил Менькин это тем, что накопил деньги на мотоцикл за предыдущие годы, сообщает прокуратура Первомайского района. По всем выявленным нарушениям прокурор внес представление главе администрации Кирова. По результатам их рассмотрения Менькина привлекли к дисциплинарной ответственности. Ему сделали замечание. Экономика. На 101 АФМ. Белохолуницкий машзавод, наращивая темпы производства предприятия, простаивающее долгие годы, возобновило работу в марте. За прошедшее время удалось наладить производственный процесс и обеспечить выпуск металлоконструкции до 100 тонн в месяц. План до нового года довести объем до 300 тонн, сообщает пресс-служба ВТПП. По словам директора и учредителя нового предприятия Елены Исаевой, мощности позволяют производить еще больше продукции, но нехватка кадров не дает возможности брать новые заказы. В ближайшее время руководство завода намерено решать проблему по временному проживанию работников. Напомню, на заводские площади зашел инвестор из Екатеринбурга, при этом в Кировской области было зарегистрировано дочернее предприятие компании Уральский завод металлоконструкции, а значит налоги будут поступать в региональный бюджет. Экономика. К другим новостям. Вятскому фанерному комбинату согласовали инвестпроект на миллиард рублей. Правительство Кировской области утвердило заявку предприятия. Оно планирует увеличить свои мощности. Объем инвестиций превысит один миллиард рублей. Новый завод начнет строиться не позднее 31 октября этого года. Проект будет реализован за пять лет. Завод станет выпускать шлифованную и ламинированную фанеру. Если Министерство торговли и промышленности России включит проект в перечень приоритетных, то инвестор сможет по льготной ставке арендовать лес. Экономика. Сосновскому судостроительному заводу поможет госкорпорация Ростех. Об этом заявил сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко. По его словам, во время публичного отчета госкорпорации Ростех он задал ее главе Сергею Чемизову вопрос о выходе из кризисной ситуации завода. Тот обещал этот вопрос решить. Сосновский судостроительный завод, расположенный в Яцкополянском районе, испытывает нехватку заказов. Также сообщалось, что предприятие накопило долги по зарплате. Коллектор взыскал с Кировчанки погашенный долг. Вернуть эти деньги удалось благодаря активистам ОНФ. Долги возникли по кредиту, взятому шесть лет назад. Сумму постепенной из зарплаты женщины удерживали судебные приставы. Позже деньги стали вычитать и коллекторы, которые выкупили долг у банка и выиграли у должницы заочный суд, включив в сумме еще стоимость своих услуг и неустойку. Активисты ОНФ помогли женщине доказать, что коллектор насчитал необоснованно большую сумму, не учтя, что на тот момент часть долга уже погашена. Переплата составила 30 тысяч. Добиться от коллектора возврата этих денег Кировчанке удалось лишь через суд. А сейчас коротко несколько цифр. Из федерального бюджета в этом году в регион поступило более 12 миллиардов рублей. Ущерб от гибели посевов в регионе составил 300 миллионов. Четверть кировчан хотя бы раз заказывала товары в интернете. И напоследок о курсе валют. Доллар сегодня 58 рублей 58 копеек, евро 67,78. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM